сейчас попытаемся быстро вспомнить что там было значит мы с вами обсудили вообще общий подход которые авторы предлагают статье но это авторы которые пришли из промышленности поэтому в принципе у них достаточно интересные идеи которые сложно найти в такой классической литературе по нейронным сетям вот они в принципе пропагандируют некоторый набор в таких базовых идей как применять сложные системы аналитики прогнозирование управления в промышленных системах вот суть их сводится к тому что у вас системе есть набор контуров и что любые сложные алгоритмы должны помещаться на верхнем уровне автоматизации то есть на уровне управления процессом то есть нет ни на уровне регуляторов не на уровне локальных систем управления это у них такая база первая базовая идея что вся вся сложность должна выноситься наверх то есть она должна быть прикрыта базовой автоматизации обеспечивающей решение задач стабилизации регулирования обеспечении безопасности процесса вот все эти функции они базируются на простых алгоритмах и как пи регуляторы релейные регуляторы вот а все сложности они должны находиться на верхнем уровне и по сути задавать либо оптимизировать параметры это базового контура пример вставлять уставки выбирать коэффициенты регуляторов вот либо задавать некоторые ну что чаще всего задавать просто некоторые сетпоинты то есть рабочие точки в вашем процессе вот это такая база первая базовая идея вторая базовая идея не состоит в том что как бы в чистом виде нейронные сети никому не нужны как правило на производстве уже есть какие-то модели уже есть какие-то системы аналитики которые используют простые модели чаще всего это аналитические линейные регрессии вот и нейронные сети находят применение именно в тех случаях когда вам нужно уточнить поведение системы то есть грубо говоря вас есть аналитическая модель которая описывает некий процесс вот вы хотите улучшить качество прогноза который получаете результате применения этой модели вот в случае нейронная сеть она просто является своего рода такой добавкой или скажем так если аналитическая модель это некоторый скелет вашей системы аналитической вот у нейронная сеть это такое такое гибкое мясо мышцы которая заполняет все непонятные части вашей системы она позволяет сделать вашу модель более гибкой вот это тоже такой подход достаточно практике показывающий достаточно хорошие результаты на практике потому что вы загоняете нейронную сеть в некоторые рамки вот из которых она не может выйти то есть она грубо говоря в этом 90 процентов точности вы обеспечиваете за счет аналитики то есть анализа системы анализа предметной области вот и 10 процентов вы нажимаете вот за счет таких вот численных алгоритмов то есть использование данных для того чтобы подогнать вашу аналитическую модель под реальные данные вот тоже такой достаточно интересный подход вот ну и тут уже такие базовые вещи что есть что они используют и статические нейронные сети нейронные сети с адаптации в какие-то определенные моменты времени и с онлайн адаптации когда в непрерывно процессе работы системы используется вот ну и так в целом показывают как это все работать мы с вами также посмотрели пример первой системы которые они описывают все там система прогнозирования силы сдавливания роликов на прокатном стане то есть у вас производство стали состоит из грубо говоря вас там баланка которая прокатывается через набор таких роликов охлаждается потом может опять разогреваться опять охлаждаться то есть цель такого процесса встать том чтобы получить лист стальной определенных с определенными свойствами прочностными с определенной толщиной толщина должна быть равномерной свойства тоже должны быть равномерно поэтому тут такая достаточно хитрая система то есть идет некоторый набор вот таких вот прокатных станов последовательность где прокатывается то есть она чуть-чуть так уплощается эта баланка потом охлаждается потом опять уплощается опять ухлаждается и такие вот итеративные процедуры которые позволяют вам получить лист стали определенных свойств вот и они вот первая задача решают прогнозирование оптимального оптимальной силы сдавливания при которой будет обеспечено необходимое необходимые свойства вернее ну да необходимые свойства вот то есть у них вот есть такого рода модель и в ней есть три компоненты то есть это аналитическая модель которая прогнозирует силу сдавливания значит это статическая нейронная сеть которая делает некоторую прибавку к итоговой силе сдавливания то есть то то тот то добавка которая прибавляется к выходу аналитической модели и есть еще нейронная сеть которая обучается в реальном времени то есть она имеет наименьший вес вот она тем не добавляется тоже к первым двум моделям как некоторые такой то есть некоторые такой компонент который с течением времени там на основе исторических данных текущих исторических данных текущих показаний модель тоже корректирует вот таким образом у них получается такая комбинированная система состоящая из трех моделей вот значит ну так же мы обсудили что ну посмотрели как как эта система работа по данным то есть принципе она достаточно неплохо себя показала судя по результатам которые представлены вот ну и вкратце посмотрели тут по конкретной статистике даже для части материалов дается получается неплохое улучшение то есть там порядка 10 10 до 30 процентов вот хотя есть и ситуации где например это не работает но это принципе нормально то есть на первых порах получается берется некоторый большой кусок решается большой кусок задачи да потом постепенно там оставшиеся компоненты они дожимаются за счет усложнения модель то есть это такой тоже нормальный процесс разработки когда вы сделали некоторый прототип проверили увидели по его проблемы изучили там доработали систему вот и получили результат гораздо лучше вот это было такой первый первый пример вот и сегодня давайте посмотрим второй пример системы вот он связан уже с не с прокатом а связан ну вернее тоже с прокатом станом но не секции где собственно прокатка проходит а секция которая связана с охлаждением то есть у вас после проката у вас начинается процесс охлаждения когда опрыскивают заготовку со всех сторон различными растворами холодной водой вот для того чтобы ее охладить охладить по определенному закону то есть грубо говоря вас нужно охлаждаться с определенной скоростью равномерно и зависимости от процесса охлаждения тоже будет это будет влиять на качество вашей вашей заготовки которые вы делаете вот есть и соответственно задачи которые они решают эта задача прогнозирование по сути моделирование выхода тянуть температурного профиля в зависимости от того как вы опрыскиваете заготовку то есть у вас перед въездом вот эту секцию охлаждения вы должны просчитать то как она будет работать по сути некоторые выработка тайминг то есть не некоторый закон того как она будет во времени охлаждаться не на вас там едет например там пять секунд вот вы должны ему тут не пять секунг конечно побольше но тем не менее какое-то время на едет вот и в каждый момент времени вы должны сказать когда там открыть клапан охлаждения которые войскивает в воду и соответственно пом europe как она будет ехать на будет постепенно так опрыскиваться и вот будет создаваться такой профиль температуры заготовки здесь вот две кривых показано белого то как бы с верхней части заготовки эпоха ты нижняя вот соответственно у них вот например для верхней немножко странно рисовали то есть верхняя то вот такая вот с таким таким вибрациями вот нижняя чуть повыше то есть другой пример вот того что должна модель выдавать то есть она должна в зависимости от положения заготовки показывать какая у нее будет температура вот то есть ну тут видимо имеется ввиду что они тут что-то побрызгали водой и вот потом там за счет того что внутри еще температура какая-то есть энергия накоплена то верхушка она тоже постепенно начнет нагреваться из-за внутренних резервов вот примерно такой выход должна давать модель для того чтобы грубо говоря идея в том что когда у вас есть такая модель вы можете перебирая разные комбинации управляющих воздействий то есть времен срабатывания вы можете получить необходимый профиль необходимый профиль нагрева вернее профиль охлаждения необходим вот как правило на ну вот столетейной промышленности вам известен оптимальный профиль то есть как должен ну это по сути цель уже химической технологии то есть как нужно охлаждать заготовку вот если вы кто-то как правило знаете как нужно охлаждать вот и имея модель вы можете подобрать управляющего здесь таким образом чтобы получить вот такой вот необходимый профиль вот в этом смысл этой модели то есть она не напрямую используется для синтеза закона управления она используется как некоторый такой виртуальный объект может сейчас модно говорить цифровой двойник этой системы который ну тут а тут может быть можно обсудить является ли это цифровым двойником или нет но в целом по точности скорее всего является то есть это не некоторая такая копия объекта виртуальная на которой вы можете ставить виртуальный эксперимент у вас пока заготовка ты доезжает сюда там за 5 10 секунд вот вы можете поставить там не знаю тысячу экспериментов каком-то мощном компьютере для того чтобы понять как вам ее охлаждать то есть вам известны свойства этого этой заготовки и по свойствам вы можете понять как и как и как ее нужно охлаждать вот при въезде плюс после того как вы проехала проехал ваша заготовка вы можете измерить реальную температуру используйте данные для того чтобы скорректировать вашу модель вот в общем-то идея того как здесь это применяется вот причем тут нейронные сети да то есть у них есть уравнение ну то есть грубо говоря они моделируют них есть аналитическая модель которая в основе вообще лежит аналитическая модель которая выдает зависимость температуры от от положения вот она по сути это такое уравнение в частных производных которая базируется на специальной функции моделирующей зависимость между они показывают вид этой функции между энтальпии это по сути описание энергии ваши ваши заготовки разогретой и температуры этой заготовки вот это определенная кривая для каждого материала на своя то есть есть некоторые предельные случаи для чистого чистого железа и для чистого ну есть аустин аустинит не знаю что это металл короче какой-то металл который тоже имеет некоторую определенную предельную характеристику вот и по сути эта модель на модель аналитическая она базируется на вот этому отношении температуры от энтальпии и нейронная сеть здесь необходимо для того чтобы для разных материалов выдавать вот такую вот характеристику то есть тут уже не не независимость от положения здесь зависимость от именно того материала который вам идет на входе то есть материал на вход нейронной сети подается параметр материала и конкретно да просто подается параметр материала эти параметры материала они формируют коэффициенты модели которые описывают эту энтальпию а вот эти уже а уже сама функция энтальпии используется того чтобы промоделировать распределение температур по положению при определенных воздействиях со стороны охлаждающей секции вот такая вот хитрая модель значит какие в ней есть особенности особенности в том что во-первых у вас нейронная сеть она самом деле находится где-то в третьей позиции то есть у вас 1 позиция находится модель которая аналитическая модель которая определяет распределение температур по положению зависимости от управляющих воздействий там на втором уровне у вас находится модель которая описывает тоже аналитически описывает зависимость температуры от энтальпии вот и только на третьем вас находится нейронная сеть которая выдает коэффициента вот этой аналитической модели для каких-то различных материалов вот то есть вот примерно такая вот сложная конструкция значит сама вот эта модель зависимость температур от энтальпии это модель используют сплайны спайны это такое развитие полиномов то есть аппроксиматоров виде полиномов только с возможностью устранения тех проблем которые полиному свойств например полиномов есть такая проблема на границах то есть грубо говоря вы можете зажать полином так чтобы он в нужном интервале выдавал хорошие хорошие хорошо следовал за данной траектории то есть хорошо описывал поведение да но на крайних на краях вашего аппроксимации у вас то полином начинает очень резко уходить не сверху за счет кубических там и прочих степеней то есть грубо говоря их можно держать под контролем в определенном интервале ну давайте посмотрим как это может выглядеть то есть он у вас хорошо зажимается в интервале где вы проводите непосредственно оптимизацию ну то есть где где вы пытаетесь данные сейчас какую-нибудь картинку найдем вот народ это да лучше всего грубо говоря вот у вас есть какой-то участок да вы его хорошо так зажали да но вот за пределами он у вас начнет очень резко расходиться вот и есть ну то же самое здесь да то есть вот вот есть такая функция с помощью полинома вы его так вот зажали да но вот отсюда уже у вас пошло полное расхождение то есть можете добавить дополнительную степень вы все равно будете постепенно вот так вот уходить потому что такие проблемы решаются есть вот такая техника сплайнов то есть когда у вас кривая разбивается на несколько интервалов и в каждом интервале вы используете свой собственный полином своими собственными коэффициентами вот и зачем только в том чтобы вот на стыках их правильно состыковать ну по сути это условия того чтобы этих разных полиномов были одинаковые производные ну понятно одинаковое они должны начинаться из одного того же точки как следующий полина но и при этом иметь еще и по производной там первую вторую производную одинаково тогда у вас получается вот такая красиваяHis twoков этих полиномов вот в этом собственно и деспайнов вот там есть разные коэффициенты у этих с паянов то То есть того, как происходит эта стыковка, сколько этих сплайнов. Именно вот эти параметры как раз нейронной сетью и аппроксимируются. Тут конкретных уравнений нет, поэтому что они там конкретно аппроксимируют, не до конца понятно. Но вот они описывают, что это коэффициенты, вот это вот аналитическая модель. То есть аналитическая модель, которая моделирует вот эту вот конструкцию. То есть зависимость температуры от энтерпии, это моделировано с помощью сплайнов. То есть это вот нечто подобное. Те, кто там графикой занимался, векторной графикой, они знают, что такое сплайн. Они с ними игрались постоянно. То есть это вот такая вот модель. Но и коэффициенты вот этой модели, которые как раз таки определяют то, как этот сплайн выглядит. Вот именно они как раз моделируются нейронной сетью. Значит, вот такая вот конструкция. Значит, здесь просто показано, как это выглядит. Видит, что вот есть температура, есть параметр материала. Значит, соответственно, есть нейронная сеть, которая выдает вот эти сплайны. Есть аналитическая модель, которая состоит из таких двух комбинаций. То есть модель, которая моделирует аналитическое распределение температуры по положению, в зависимости от того, как происходит охлаждение. Внутри нее есть модель, которая описывает зависимость температуры от альпии, то есть от внутренней энергии заготовки. И есть нейронная сеть, которая, по сути, определяет то, как эта кривая выглядит, в зависимости от различных материалов. Вот. И что здесь, какая есть особенность в том, что, например, для настройки у вас нет данных по тому, как, ну, в отличие, например, от прогнозирования силы сдавливания, где у вас, в принципе, есть понимание того, какая она должна быть, после того, как вы проехали через заготовку. То есть вы можете какую-то напрямую ошибку выдать. Вот здесь у вас напрямую ошибки нет. То есть вы не знаете, какая должна быть кривая в реальности. То есть они смогли найти в литературе вот кривые для аустенита, кривые для чистого железа. Вот. А для всего множества возможных сплавов, какие вообще существуют, там, у некоторых даже названий нет, это просто какие-то номера серийные. Вот. Для них, конечно, таких кривых нет, и они как раз используют исторические данные и данные, которые они будут накапливать в процессе работы, для того, чтобы такие кривые для разных материалов построить. Вот. По факту у них есть только информация о том, какая реальная была температура в системе после прохождения. То есть измерение датчиков по вот этой температуре. То есть сверху, снизу. Ну, там какие-то, не знаю, инфракрасные датчики стоят, которые меряют. Вот. И, используя вот эту вот температуру, они могут посмотреть, насколько они промахнулись. То есть у них был прогноз до начала работы, сготовки. И у них есть реальные измерения. Вот. Они могут использовать их для того, чтобы попытаться как-то эту нейронную сеть подкорректировать, то есть подкорректировать вот эту вот зависимость, вернее, ее параметры. То есть таким образом у них, получается, им нужно как раз вот, мы с вами изучали метод обратного распространения ошибки, где нам нужно было в нейронной сети настраивать коэффициенты нейронной сети для того, чтобы, ну, грубо говоря, там, коэффициенты нейронов первого слоя настраивать таким образом, чтобы они соответствовали выходу нейронной сети, тому желаемому выходу. Вот. Здесь примерно та же самая идея, то есть только у вас уже не по нейронной сети распространение ошибки происходит, а через некоторую аналитическую модель. Так, у вас какой-то вопрос. Сейчас. Сплайны составляются по графику при построении аналитической модели, можно использовать сплайны для аппроксимации модели. Они не по графику составляются, они просто, грубо говоря, у вас есть, у каждой модели есть набор коэффициентов. Вот. Изначально вы вообще не знаете, какие они должны быть. Вот. Но, как бы, по мере того, как у вас появляются данные, вы можете просто их понять, какие они должны быть, для того, чтобы соответствовать тем данным, которые вы получаете. То есть тут, на самом деле, аналогия похожа на то, как сама, например, нейронная сеть обучается, да, по разным слоям мы с вами рассматривали на одной из лекций. То есть, грубо говоря, чтобы получить ошибку, ну, то есть получить необходимую корректировку для, там, не знаю, первого нейрона, первого слоя, первого коэффициента, вам нужно ошибку того, как работает вообще вся в целом нейронная сеть, да, пробросить через всю нейронную сеть в обратном направлении. То есть посчитать градиенты по каждому компоненту до вот этого первого нейрона. И на основе этого, на основе этих градиентов, просчитать тот градиент, который нужен, необходим для корректировки коэффициентов, там, первого слоя, например. Здесь то же самое, только помимо слоев нейронной сети у вас еще есть аналитическая модель. И вам нужно вот эту ошибку в обратном направлении пробросить через градиенты, ну, с помощью градиентов, да, вот тут написано «разложение», то есть у вас есть ошибка E на выходе, вот. И вы должны посчитать градиент вот этой ошибки по настраиваемому параметру, с этой аналитической функцией T, да, чтобы на выходе получить, а потом еще посчитать градиент вот этой функции температуры от антальпии по коэффициентам сплайна, сплайнов, вот. И вы тогда таким образом получите уже градиент, вернее, получите ошибку обучения самой нейронной сети, вот. И тогда вы уже сможете настроить, ну, обычными методами настроить коэффициенты этой нейронной сети, чтобы как раз-таки вот эти сплайны, коэффициенты этих сплайнов стали такими, чтобы, подставляя их в аналитическую модель, вы получили профиль температуры такой, который вы видите на датчике, ну, как бы по показаниям датчиков. То есть, по сути, у вас показания датчиков показывают, как должна работать модель в целом, состоящая из этих трех компонентов. Вот. А дальше уже ваша задача, зная уравнение аналитической модели, зная уравнение сплайнов, то есть там какое-то определенное, ну, не знаю, количество точек задано определенное уже, да, априори. Вот. И есть уже набор некоторых коэффициентов фиксированный, который есть, ну, который заранее закладывается, вот. И, зная вот устройство этой модели, вы можете, как бы, ошибку обратно пробросить с помощью, ну, по сути, это просто дифференцирование сложной функции. У вас на выходе температура от положения – это такая сложная функция, которая включает в себя три модели. То есть, модель в зависимости температуры от положения, зависимость температуры от энтальпии, то есть от внутренней энергии, которая входит в состав вот этой модели, вот. И сама нейронная сеть, которая тоже моделирует уже коэффициенты вот этой модели, от этого сплайна, вот. И все вместе – это просто огромная сложная функция, вот. И вам нужно настроить самые начальные коэффициенты вот этой вот функции сложной, да, которая вот в нейронной сети. То есть, по сути, вот, шевеля вот эту функцию, в зависимости температуры от энтальпии, вы будете получать для одних и тех же управляющих воздействий разные профили. И ваша задача – просто подогнать этот профиль для того, чтобы он соответствовал тем данным, которые у вас есть. То есть, это немного отличается. То есть, тут, на самом деле, вот ключевая идея в том, что вы уже хорошо знаете, как, например, охлаждается, ну, как физически устроено охлаждение вот этой заготовки. То есть, вы знаете, как она охлаждается, то есть, какие моменты, какие впрыски происходят. Вы знаете физику того, как она охлаждается. То есть, у вас есть там уравнения частных производных, которые описывают, как вот, подавая охлаждающие воздействия на каждую точку, у вас происходит общее охлаждение заготовки. Вы знаете примерно зависимость. Ну, вот у вас есть некоторые границы, аустенит и чистое железо, в которых вот эти коэффициенты вот этой распределенной модели, они сосредоточены. То есть, вы знаете, что она должна быть как-то вот так идти. Поэтому вы используете сплайны для того, чтобы иметь некоторое такое аналитическое предположение о том, как она будет вестись. Вот. Но у вас есть коэффициенты у этого сплайна, которые могут варьироваться, из-за этого они у вас могут какую-то разную форму принимать. И именно этим он обусловливается то, почему для разных материалов у вас получаются разные температурные профили. Вот. То есть, тут как раз идея в том, чтобы не просто взять там нейронную сеть и попытаться спрогнозировать профиль температурный. Потому что, ну, как бы предсказательная сила такой модели, она будет очень сомнительна. То есть, она у вас по тем данным, по которым у вас есть, она будет хорошо работать. Но как только у вас материал немного изменится, и это будет как бы новая точка в вашем пространстве материалов, вы уже будете какую-то ерунду получать. Для того, чтобы этого не было, вот пытаются закладывать такие аналитические модели, которые обладают большей предсказательной силой. Но у них есть другие проблемы, связанные с тем, что они не могут всякие тонкости, ну, всякие детали реализовывать. То есть, вот, грубо говоря, они хорошо там для устанитой работы, для железа и для всего, что между ними. Но вот как понять, что между ними находится? Вот для этого как раз и нужна нейронная сеть. Так, еще вопрос. Так, уравнение сплайнов составляется по уравнению в частных производных физики. Нет, уравнение сплайнов, оно, ну, грубо говоря, у вас уравнение частных производных, есть функция энтальпии, то есть зависимости температуры от внутренней энергии. Это часть уравнений в частных производных. Вот, вот эта вот зависимость, она моделируется с помощью сплайнов. То есть сплайны – это просто кусочно-непрерывная функция, где каждый кусочек – это отдельный полином. Вот, и у этих полиномов есть коэффициенты. То есть у вас, например, там, 3 полинома, там, третьей степени, да, у вас будет 12 коэффициентов. Вот эти 12 коэффициентов для трех полиномов, они моделируются с помощью нейронной сети, то есть значение их моделируется с помощью нейронной сети, где входом является параметр материала. Ну, там, грубо говоря, материал состоит из каких-то компонент, каких-то примесей. Вот, и у каждой примеси есть там своя какая-то, ну, пропорция, грубо говоря. Не знаю, столько-то чугуна, столько-то, там, алюминия, столько-то, там, меди, например. Это будет один материал. Там другие соотношения коэффициентов, другие соотношения материала придут к другим материалам. То есть у вас какая-то номенклатура, там, не знаю, 100 примесей, которые могут быть в заготовке, И у каждой примеси есть какая-то там, не знаю, относительная концентрация или абсолютная концентрация. Вот это у вас параметры материалов. То есть вот эти 100 параметров – это входы нейронной сети. А выходами будут уже коэффициенты вот этих полиномов, которые составляют сплайн. Ну, там сплайн немножко сложнее, там не напрямую коэффициенты, там еще есть определенные зависимости между коэффициентами, чтобы вот обеспечить вот эту вот склейку. Чтобы они ровно входили друг в друга, да, и еще и производные у них соответствовали друг другу, чтобы они плавные были. Вот, поэтому там есть определенные законы. То есть там будет не 12 коэффициентов, их там будет меньше за счет того, что часть коэффициентов используется для вот склеивания. Вот, то есть там это определенная модель аналитическая, которая позволяет вам сделать такую красивую кривую, укладывающуюся в рамки. Вот эти, которые заданы здесь. Вот, собственно, такая идея. Так, отлично. Значит, ну, собственно, да, вот тут идея состоит в том, что вот есть вот такой вот проброс. То есть, по сути, используется та же самая идея из метода обратного распространения ошибки, только она уже не только к нейронной сети применяется, а применяется еще и к аналитической модели, которая, по сути, становится частью общего, общей модели прогноза. Вот это вот температурного профиля. Вот, ну, здесь еще вот небольшое добавление, да, вот они, как они формируют функционал обучения, то есть тот критерий, по которому они производят настройку. То есть он включает в себя три компоненты, помимо того, чтобы просто соответствовать профилю, да, то есть такая базовая задача, максимально приблизить профиль прогнозируемый к измеримому. Они добавляют еще три компонента. Первый обеспечивает некоторую гладкость, то есть чтобы у вас тут она не пульсировала, эта функция, значит, они вот добавляют определенные ограничения. То есть это, ну, тоже некоторый компонент. Разница между коэффициентами этого сплайна, она не должна быть больше, чем определенное разрешенное значение. То есть они обеспечивают некоторую гладкость, то есть она такая становится упругая. Вы не можете ее там бесконечно в складки какие-то складывать, да, она определенной упругостью обладает. Там второй параметр – это, значит, это, короче говоря, определенные экстремальные значения, то есть у них есть параметры для ластенита, параметры для чистого железа. И ваша кривая должна находиться в этом диапазоне. То есть у них тоже есть ограничения на вот эти коэффициенты для того, чтобы у вас кривая не выходила за пределы этих диапазонов, которые не имеют физического смысла. Вот, то есть второй компонент и третий, значит, они еще пытаются производные тоже уложить в некоторый диапазон, чтобы тоже определенную упругость заложить. Это тоже такое достаточно редко где описывается, такой прием, да, для дополнительных, то есть дополнительные ограничения накладываются на аппроксимируемую функцию, чтобы она соответствовала какой-то реальной физической зависимости. Вот, чтобы там не было каких-то выбросов адских и непредсказуемых, которые могут испортить поведение всей модели. Так, ну, наверное, по этой части все. Значит, у нас сейчас время закончится. Давайте сейчас перезайдем. Вот, и сделаем небольшой перерыв на пять минут.